Всем привет, друзья! Прошло ровно сутки с тех пор, как мы работали с нашей этой орхидейкой. Это Big Lip, друзья, Soga Very Maple. Очень красивая орхидея. Она меня затронула своей вот этой индивидуальностью, этими точечками, крапинками, прожилками на лепестках и формой губы. Губа повторяет форму лепестков. Я ее увидела у девочек, которые занимаются продажей орхидеек в реанимашках. Мне ее сразу захотелось. Я посмотрела, они фото приложили одно, попросила более детальных фото себе в личное сообщение. Мне прислали несколько и даже видео скинули. Мне нравятся эти девочки, как они работают с клиентами, как продают орхидейки. И я не пожалела. Заказывала первый раз у них орхидейку, первый раз и реанимашку, друзья, заказала первый раз. У них рискованно было, конечно. Но риск прошел мой, и неуверенность в орхидейке прошла. И я теперь на седьмом небе от счастья, после того, как купила, приобрела эту орхидейку. После того, как ее увидела в живом виде. У этой орхидейки, сейчас объясню, почему реанимашкой ее продавали. У этой орхидейки, внизу, у основания, вот здесь вот, вот этот листик желтел. Вот он, этот листик желтел с основания. И также, если мы перевернем нашу орхидейку на другую сторону, здесь было то же самое с листочком. Вот с вот этим листочком. Что я сделала? Я не стала обрывать эти листочки, а аккуратно скальпелем зачистила, обрезала вот эту часть, где была желтизна. Также обработала ее фитоловином, неразбавленным. Шею полностью обработала, вот эту часть. Вот эту обработала фитоловином. С этой стороны и с другой стороны, это фунгицид, также имеет противобактериальный эффект. Что еще делала? Сняла несколько фласочных листочков у этой орхидейки. Это я рассказываю для тех зрителей, которые первый раз зашли на мой канал, первый раз зашли и увидели видео, просматривают более подробно о этой орхидейке. Так, сняла фласочные листочки, обработала фитоловином. Также убрала торфстакан. Внутри был торфстакан, полностью его убрала, потому что торфстакан был возле шеи где-то, почти близко. Тоже убрала, чтобы минимизировать неправильный эффект от него на орхидейку. То есть от него может быть замыкание корневой системы. Ну, от неправильного полива. Я убрала его. Не хочу, чтобы моя реанимашка ушла в такую, в самую тяжелую реанимацию. Поэтому я все постаралась минимизировать стресс на орхидейку. Также полила корневую систему немножко воды. Немножко. Я сейчас вам покажу на дно вот так вот. Вот так вот где-то 5 миллиметров высотой. Налила водички. Вот так немножко. И все. Это я проделала днем, оставила до вечера. И орхидейка выпила всю водичку. Сейчас вам покажу корневую систему у этой орхидейки сейчас. Вот она. Корешки позеленели. Этого было достаточно. Я еще говорила, что может быть долью воды. Но я не доливала больше воды. Корешки зеленые. Поэтому я не стала добавлять воды. Смотрите. Вот корешки. Они все позеленели от того, что я дала орхидеи попить. Сейчас смотрим еще здесь. Вот корневая система напилась. То есть орхидеи было достаточно. И даже вот этот, который сухой корешок, он позеленел. Вот здесь даже видно. Его я не стала трогать, не стала вытаскивать. А дала водичку, добавила 2-3 капельки фитоловина. Сколько было на крышечке, которую я использовала. Фитоловин вылила на крышечку. И использовала при намазывании шеи. Там осталось чуть-чуть. Поэтому я его вылила вниз сюда в горшочек, в поддончик с водичкой. И все. И дала попить орхидейке эту воду. Также после того, как я убрала трустакан, я добавила коры. Коры я добавила пиния. И 6-15 фракций размер. Я посмотрела, что такая же кора была у нее и предложена. Может и архиата. Я не сильно отличаю пинию от архиаты. Говорят, что это одно и то же. Ну, не знаю. Добавила пинии сверху. И у нас, друзья, листики, после того, как я ее принесла домой, орхидейку распечатала. И на следующий день листики немножко завяли, подвяли. Вяленькие были. Это можно будет увидеть в видео, которое я выпустила ранее. Также у меня цветочек. Он немножко, вот эти лепесточки, такие завяли. Немножко подвяли. Я дала водички в полив с фитоловинчиком. Чуть-чуть фитоловина добавила. И все, друзья. Лепестки воспряли. Смотрите, как они, видите, оттопырились от сипалий. Питали, оттопырились от сипалий. Видите, как оттопырились. То есть, они оживились, лепесточки. И, как видите, цветочек не завял после моего вмешательства в орхидейку. Все хорошо. И листики стали торчком, друзья. Вот какие листочки. Возобновили свой тургор. Я на нее не нарадуюсь. Сегодня пришла, как увидела. Думаю, боже, ну, пока рано радоваться. Пусть она у меня пройдет адаптацию где-то месяц. Чтобы уже точно быть уверенной, что с орхидейкой все будет хорошо. И я заметила, что эту орхидейку можно было продавать даже как уценкой, не реанимашкой. Потому что очень хорошая приехала ко мне реанимашка. Ну, по крайней мере, на мой взгляд, так, как я увидела. И еще, друзья, я обрезала цветоносы, которые отцвели. Вот эта часть отрезала. Здесь не было цветочков. Приехала орхидейка с одним только цветочком. С вот этим. И все. Поэтому я обрезала засохшие. Здесь были почки, которые уже отцвели. По живую почку. Отмерила 2 сантиметра. И решила не отрезать этот единственный цветочек, чтобы еще немножко полюбоваться. Потому что не знаю, когда орхидейка придет в себя и когда начнет цвести. Все. Вот что хотела, показала, рассказала. Как она себя чувствует, орхидейка. Листочки мои замечательные у нее. Все хорошо. Друзья, подписывайтесь на канал. Поддержите канал, пожалуйста, лайками. А также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, как только появляются в сети YouTube. Еще хочу сказать, что теперь, друзья, после того, как она у меня 2 дня простояла, посмотрела на ее состояние, на орхидейку, что у нее состояние пошло в положительное русло. То есть все замечательно пока. И я надеюсь, что так и будет дальше. У меня поднятое настроение. И я хочу поделиться этим позитивным настроением с вами. Хочу, чтобы вас также радовали ваши орхидейки. Всегда улыбались вам ихним цветением. Вот так, друзья. И последнее, что хочу сказать. Эту орхидейку сейчас прям побегу, обработаю от насекомых вредителей. Не знаю, девчонки, может они, конечно, обрабатывают. Когда они делали обработку, я не знаю, я не спрашивала. Поэтому, на всякий случай, чтобы завести орхидейку в свою коллекцию, я сейчас побегу, обработаю от насекомых вредителей. Буду обрабатывать. У нас в продаже есть такой спрей-квитофор. Я лентяйка, ленюсь разбавлять, например, фунгициды, карамайт, аберрон, рапид. Ленюсь. Но они у меня есть. И если их держу на более сложные ситуации с орхидейками, поэтому возьму квитофор, спрей от насекомых вредителей и опрыскаю листочки нашей орхидейки. Все. Всем хорошего настроения, любви, здоровья. Благополучия и, конечно же, мира в каждый дом. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых видео.